Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. И сегодня я вам расскажу, как я вязала вот такой махеровый джемпер. Он очень легкий, его можно носить как самостоятельно, то есть просто надев под низ какое-то бежевое нежное белье, за счет того, что здесь есть вставка из двойной нити, которая позволяет этому джемперу быть не таким прозрачным. Ну и также более универсальный способ, это как обычно такие паутиновые джемперы носить поверх майки белой или черной. Хотя в принципе и поверх телесной майки или телесного боди тоже будет замечательно. Джемпер я вязала из чудесной пряжи Silk Hair от Лана Гросса. Мне эту пряжу любезно предоставил магазин «Не бабушка». И ссылки на пряжу и на магазин я оставлю в описании этого видео. Пряжа замечательная, здесь 70% махер, 30% шелк. Да, она, конечно, не бюджетная, но, к счастью, расход совсем небольшой. В мотке 25 грамм, и на это изделие у меня ушло чуть меньше, чем 4 маточка. Ну, то есть, грубо говоря, конечно, следует брать 4, если у вас примерно мой размер. Вещь не приталенная, у меня размер 44, но, мне кажется, на размер 46 вполне сядет отлично и тоже хватит 4 маточков. Это будет не очень подробный мастер-класс, я не буду вязать это изделие вместе с вами. Я расскажу ключевые моменты и на некоторые узлы я оставлю видео, если я уже обсуждала и подробно снимала на эту тему какие-то ролики. Итак, приступим. Все изделие я вязала спицами номер 5 и вязала регланом сверху. И вязала исключительно только лицевой гладью, больше здесь ничего нет, поэтому, мне кажется, при желании может осилить и любой новичок. Единственную сложность для новичка будет составлять росток, придется это видео посмотреть как-то дополнительно. Что ж, приступим. Я начала с того, что набрала на круговые спицы 96 петель и вязала 20 рядов лицевой глади. Из них у меня впоследствии появится вот такой ворот. После чего мне необходимо было связать росток. Схему ростка вы видите здесь, у меня на листочке. Если вы умеете вязать росток, то эта схема будет для вас понятна. Если же вы не умеете, то я могу оставить, например, ссылку на видео, где я объясняю, как вязать росток. Но если вам мой способ будет непонятен, то в любом случае таких видео много. Но по большому счету, я знаю, многие будут со мной не согласны, но конкретно эту модель можно связать и без ростка. Ничего страшного не случится, потому что ворот достаточно широкий. И даже, как вы можете заметить, в моем изделии росток в принципе совсем не глубокий. И по большому счету, если бы его не было, не было бы никакой катастрофической беды. Поэтому тоже можете рискнуть, если вы не умеете вязать росток, связать без ростка. После чего я вязала классическим легланом сверху. Как вы видите, легланные линии у меня состоят из 4 петель. И прибавления я делала в каждом втором ряду. И так я довязала до самой проймы. Ширина изделия у всех, конечно, будет индивидуальная. Но чтобы с вас сориентировать, скажу, что вот длина реглана у меня составляет 18 сантиметров. И ширина изделия вот здесь, в самой широкой части, 48 сантиметров. Про проймы при реглане сверху у меня есть подробное видео, где я подробно объясняю, как я это делаю. Ссылочку обязательно оставлю внизу. Но если говорить в двух словах, то я довязываю до проймы, после чего разделяю надельно петли рукавов и петли тела и занимаюсь телом. Сразу после проймы я начинаю вязать тело уже двойной нитью. И в местах проймы я прибавляю по 4 петли. Вот эта полоса, которая у меня связана из двойной нити, она составляет 17 сантиметров. В петлях я уж не считала, но вы можете померить именно линейкой в сантиметрах. После чего я опять приступила к вязанию из одной нити. И для подгиба точно так же 20 петель предусмотрела. Переходим к рукаву. Для рукава я набрала из проймы сначала 5 петель и их убавила в течение первых рядов. И потом убавление делала в каждом девятом ряду. Я сделала 7 убавлений, после чего вязала ровно, уже без убавлений, без всяких. И я так провязала 38 рядов до вот этого места. И потом уже 20 петель на сгиб. Теперь что касается сгиба. Я вам вставлю картинку того, каким образом я пришивала петли. То есть загибала и просто пришивала. С помощью иголочки. Край получился эластичный и очень аккуратный. Собственно таким образом и связано все изделие. Теперь расскажу вам один нюанс, что касается стирки. Дело в том, что стирка немножечко подпортила это изделие. Несмотря на то, что я соблюдала всю технологию. Но вот эти подгибы, они были очень-очень пышными до стирки. Я постараюсь ставить вам фотографию. Как-то я успела запечатлеть это на фотографии. После стирки, что случилось, эти места сплющились и вот так вот сильно расширились. Я спасла обстановку тем, что каждое место на рукавах, на горловине вот таким образом распушило. И стало намного лучше. И теперь изделие уже напоминает первозданный вид. Но все-таки я бы вам рекомендовала без необходимости эту пряжу не стирать. По крайней мере в таком изделии, если у вас есть вот такие подгибы, чтобы не расширялась у вас в этом месте. Конечно, если вы проведете вот эту муторную работу по распушению, расправлению, то джемпер приобретет первозданный вид. Но мне кажется, лишний раз заморачиваться не стоит. Тем более, что во время стирки пряжа никак особенно не раскрывается. То есть конкретно для этой нитки ВТО, на мой субъективный взгляд, не необходимо. Такое было видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. В ближайшее время я хочу снять ролик о том, как я ношу свои вязаные вещи, с чем комбинирую. Поэтому, если хотите быть всегда в курсе, то подписывайтесь на меня и оставайтесь со мной. А я благодарю вас за внимание. Пока-пока! Продолжение следует...